Ровно в 10 часов утра выпускники приступили к написанию итогового сочинения. Но еще до начала экзамена ребята настраивали себя. Успешное написание сочинения является для выпускников школ допуском к итоговой аттестации, то есть к ЕГЭ. Впрочем, те, кто получил неудовлетворительный результат или не явились на сочинение, смогут воспользоваться двумя шансами и пересдать его 1 февраля и 3 мая 2017 года. Продолжительность испытаний для школьников составляет 3 часа 55 минут. И за это время выпускники должны показать себя самой лучшей страны. Это не пробный экзамен, а настоящий экзамен. Это допуск к ЕГЭ. То есть сейчас ребята показывают свою готовность к единому государственному экзамену. Конечно, важно, что он проходит в декабре, потому что сегодня ребята пишут, экзамен сдают. И все в последующее время они уже спокойно, планомерно готовятся к основному единому экзамену. Настроение отличное, к экзаменам готово. Надеюсь, все будет хорошо, потому что мы все готовились. Я готова, я готовилась к этому экзамену, я его долго ждала. Ну, а настроение хорошее, я уверена в себе. А есть волнение? Конечно, волнение, оно всегда есть. Основной акцент в рекомендациях сделан на оценке сочинения и порядке подготовки к нему. Испытания, с одной стороны, нацелены на проверку общих речевых способностей ученика, выявление уровня его речевой культуры и на оценку умения рассуждать по определенной теме, аргументируя свою позицию. С другой стороны, сочинение является литературоцентричным, поскольку содержит требования о построении аргументации с обязательной опорой на литературный материал. Я сейчас только разговаривала на эту тему с ребятами и сказала о том, насколько важно это умение, и мы начинаем это осознавать, говорить правильным, красивым русским языком и логично, красиво выражать свои мысли. Это важно и на физике, и на химии, и на математике, и на прочих предметах. Это востребовано абсолютно практически во всех профессиях. Отметим, тематические направления для итогового сочинения были утверждены еще в конце августа. Всего их пять. Это разум и чувство, честь и бесчестие, победа и поражения, опыт и ошибки, дружба и вражда. Но при этом непосредственно темы для сочинения стали известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. Работы выпускников оценят по пяти критериям. Соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС.